Рассекречивание архивов Рассекретят те самые архивы, а их не рассекречивали. И более того, многие архивы, особенно некоторые, которые касаются войны, они почему-то засекречены до 2040 года. А там, может быть, еще отодвинут на какой-то срок, мы не знаем, потому что это как бы внутри государственная политика. И каждое руководство, которое приходит к власти, к правлению в нашей стране, оно решает по-своему, что можно рассекретить, а чего нельзя рассекретить. Ну а в данном случае Владимир Путин решил сделать жест доброволи, преподнести такой подарок своим гражданам в стране, чтобы мы узнали хотя бы что-то вообще из нашей истории. Причем архивы будут рассекречиваться с 1930 года по 1989 год. Это все не так просто. Здесь будут задействованы механизмы, которые могут повлиять на многих людей в нашем даже с вами правительстве, на тех, кто претендует, на тех, кто хочет. А возможно, ну мы не знаем, что там в этих архивах, которые будут нам давать для рассекречивания и для ознакомления. Мы не знаем, что в этих архивах на самом деле, но мы понимаем, что это довольно-таки должно быть грандиозное событие. Если, конечно, не будет никакого подвоха. А подвох я все-таки ожидаю, потому что с 1930 года, 1930 года, ох, сколько там было крови, ох, сколько там было насилия. И озвучить это все. Я не знаю, решится ли наш глава государства на то, чтобы озвучить то, что в реальности на самом деле было. Ну, давайте посмотрим. Хотя там еще много-много будет всяких интриг. По 1989 год, да? Это что такое? А это все стукачи выйдут на поверхность. И может быть, как раз вот этим объявлением о том, что будут рассекречены все архивы, наш новоизбранный глава государства будет держать кое-кого за одно самое причинное место и держать в таком повиновении. Потому что, вы понимаете, сейчас, если о ком-то, ну, к примеру, о Чубайсе, да, это я так, к примеру говорю, выйдет вдруг на поверхность документ, что он был стукачом КГБ, вы представляете, что будет? Ну, я думаю, что это будет довольно-таки интересное событие, интрига. Ну, а таких примеров можно привести сколько угодно. Поэтому мы с вами можем говорить еще и о том, кто служил в фашистской Германии. У кого корни, корни какого из наших чиновников ведут в ту самую фашистскую немецкую Германию. Возможно, и такие архивы будут рассекречены, хотя это тоже вряд ли, но все может быть. Давайте посмотрим, что написано по этому поводу. Владимир Путин объявил о рассекречивании особых архивов. Это посильнее Викиликс будет. На самом деле, то, что сейчас происходит, экзамен для общества и президента. Он сдает экзамен свой на лидера нации, а общество сдает на сверхдержаву. Давайте поверим в это. Все вместе дружно возьмем и поверим. Нам хочется этого. Нам хочется об этом говорить. Нам хочется верить в это. Но как на самом деле? А на самом деле мы давайте сегодня уже не будем об этом рассуждать. Мы просто посмотрим дальше, что же он хочет рассекретить. Президент России заявил, что принял решение о рассекречивании множества архивных документов. Такую информацию сообщил Владимир Путин на встрече с главой федерального архивного агентства Андреем Артизовым. В свою очередь Артизов рассказал, что архивный фонд России хранит 500 миллионов дел. 500 миллионов дел. Мы с вами когда-нибудь вернемся к этой цифре. И я вам расскажу, что это значит вообще для России. Никогда за последние десятилетия плановая организованная работа по рассекречиванию не проводилась так, как она проводится сейчас. Признался он. Но здесь кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Так надо, так положено. Значит, стелиться, когда глава государства говорит, значит, глава нашего архива всей России тоже будет говорить такие браворные слова. Примерно 14 тысяч дел из федерального архива. А каждое дело это сотни страниц, которые эксперты должны просмотреть и определить, рассекречиваются ли последовательно и организованно. То есть можно ли рассекречивать эти дела. Из этих архивных дел с 30-го года не все будут рассекречиваться, как вы понимаете. А только некоторые выборочно. Также глава государства сообщил о переподчинении Росархива непосредственно президенту. А это самый важный пункт. Понимаете, нужно было как раз объявить о рассекречивании архивов. Так скажем, сделать такой информационный вброс и информационный фурор, всплеск для того, чтобы переподчинить архивы себе. Вы не представляете, насколько важны эти архивы для власти и для управления многими олигархами, многими чиновниками. Это очень важное дело. Поэтому президент в первую очередь, его указ направлен на то, чтобы переподчинить лично себе эти самые архивы. Важный момент я вам скажу, что сразу после рассекречивания архивные документы будут доступны на официальном сайте Росархива. Я дам ссылочку, вы ее увидите. И можете совершенно спокойно заходить и смотреть. Потому что это не факт, что все документы останутся на сайте. Возможно, какие-то выставят. Возможно, где-то будет какой-то скандальчик. Кто-то будет возмущаться. Поэтому заходите на сайт и скачивайте моментально. Но те, которым, конечно, это нужно, скачивайте все документы, которые будут выставляться в это время. Это будет очень важный фактор по архивам. Так вот, важные источники, близкие, конечно, к этому Росархиву говорят. Допустим, вот один человек говорит. Речь, насколько я знаю, по информации из архивного ведомства, идет о периоде с 1930 по 1989 год. Там есть дела, простите, стукачей. Как и невинно репрессированных с очень интересными фамилиями. То есть фамилиями известными. Которые мы можем переоценить, узнав их подноготную. Там будут данные о космических военных разработках, которые уже можно сообщить. Кроме того, рассекречиваются данные о ходе с сражений, приказах и полученной развединформации во время Великой Отечественной войны. Так же, как и о межгосударственных отношениях в период Холодной войны. Это тоже очень важные будут данные для нас. Так вот, напомню, что ранее было рассекречено 1400 уникальных директив Сталина. Распоряжений ставки, фронтовых приказов, оперативных карт, постановлений и фотографий того времени. Еще недавно находившиеся в архивах под грифом «Совершенно секретно». А также с именами и фактами были опубликованы материалы, показывающие, что немецкие оккупанты широко использовали наших людей. И в какой именно связи они их использовали, мы можем говорить националисты, предатели. Но это люди, которые остались жить. Они остались жить потом среди нас с вами. И никто не скажет, где они сегодня. Допустим, какие их фамилии. Ведь многие поменяли фамилии. Но, возможно, лицо физиономии может сказать многим, кто увидит. Хотя, вы знаете, умерли уже все свидетели. Умерли все, кто мог что-либо подтвердить, изобличить того или иного человека, чтобы объявить его предателем или, скажем, пособником фашистскому режиму. Многие такие факты, ведь они скрыты почему-то были. Вы понимаете, по какой-то странной причине они были скрыты до сегодняшнего даже дня. Ведь факты и документы войны, 40-х годов, 30-х, 39-го особенно года, мы практически не знаем. Я вам приведу такой маленький, небольшой факт, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Ведь вы знаете, да, что Германия с Россией дружили. Гитлер со Сталином. Это отдельная история. У меня есть какой-то ролик на эту тему. Как давно они были знакомы. Они действительно очень давно были знакомы друг с другом. И перед войной они просто были большими друзьями. И часто встречались. И даже мы знаем карикатуры, которые вся Европа того времени тиражировала, где Гитлер со Сталином в свадебном подвенечном платье шагают по Европе. Но мы не видим ни одной реальной фотографии Гитлера и Сталина. Их изъяли. Куда они изъяли, непонятно. И мы не знаем, куда их изъяли. Вот эти самые фотографии. А хотелось бы увидеть Гитлера и Сталина. Понимаете, как выглядят люди в тот момент, в момент общения, когда они друг с другом общаются. Это очень важный момент. Как выглядит Сталин. Какая у него осанка. Какое у него эмоциональное состояние. Фотография часто очень передает вот эти самые, знаете, такие уникальные моменты. Как Гитлер выглядел. Как он здоровался со Сталиным. Но эти фотографии, к сожалению, недоступны. Они недоступны. Их не выпускают из архивов. Когда-то на рубеже вот этой самой перестройки, я вдруг наткнулась на одного уникального человека, с кем начала переписку. И он говорил о том, что его отец был поваром на той самой Ялтинской конференции. И он начал было что-то рассказывать. Причем это была не личная переписка. Это была общественная такая переписка на каком-то форуме. И я задавала вопросы. Другие люди задавали вопросы. Но он исчез, этот человек. И более того, те материалы, на которые изначально он ссылался, из-за которых я-то и зацепилась, а те все материалы исчезли. Там интересные были факты. Он рассказывал о том, что готовили, как готовили, какие разговоры были. Повар – это слишком близко. Это очень приближенно. Поэтому все документы, даже теперь, вы понимаете, это был 2008 год, даже теперь все эти документы, они исчезли из интернета. Их уже сегодня нет. Видите, вещи такого характера, когда мы какие-то детали можем узнать из того или иного разговора, который, может быть, повар слышал или, скажем, видел. Вообще вся обслуга той самой Ялтинской конференции, они были свидетелями чего-то. Нам нарисовали Ялтинскую конференцию как конфетку. Но это не значит, что это так и было. Там очень было много интересных вещей. Допустим, Рузвельт просили Сталина повезти его в сторону Феодосии на те самые секретные объекты. Однако же Сталин их повез совершенно другим путем. А это был февраль месяц, и это был снег, и это было холодно. Повез в противоположную сторону. А в сторону той самой закрытой, тайной, сакральной Феодосии, вернее, Феодосийского большого района он не повез. Видите, много вот таких вещей, которых хотелось бы знать. Ну и в конце добавлю, что когда в 1991 году совершилась та самая революция у нас в России, когда не просто перестройка, а когда перестройка достигла своего кульминационного момента, и 1991 год вылился в такие большие шествия народа на улице, то в это время с Кутузовского проспекта, дом 27, дробь 1, вывозились старые архивы. Причем вывозились они в срочном порядке. Подъезжал маленький грузовичок, большим машинам невозможно было подходить, потому что на улице было много народа, и большие машины не вызвали бы, ну скажем, пристальное внимание спецслужбам. Поэтому в наш двор на Кутузовском проспекте, а напомню, что мой дом, где я жила, Кутузовский 27, находится как раз напротив дома 26, где жил Брежнев и Андропов. Так вот, в доме номер 27, там была такая специальная контора, и они вывозили быстрым порядком все эти документы. Папки бросались, с ними никто аккуратно не обращался. Их просто закидывали из подвала, их закидывали в маленькие-маленькие совершенно грузовички, накидывали тент и увозили. Подходил следующий, и также его загружали, и снова уходили. Но загружали так, чтобы бумаги не рассыпались, то есть не слишком много, горы не было. Но один с другим, вот эти маленькие машины, где их взяли такое количество, не знаю, но они приходили, забирали документы с нашего двора и уезжали. Вот что творится с документами. Документы это очень важно. Вы не представляете, кто владеет информацией, тот владеет миром. Вот здесь мы и увидим, насколько нам действительно захотят показать ту самую информацию 30-х годов, совершенно жутких, страшных годов. Я думаю, нам ее не покажут. Но давайте посмотрим, как президент сделает заявку на лидера великой нации. И что действительно он нам покажет. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Таня Карацуба